Итак, сегодня я хочу вместе с вами открыть Евангелие и прочитать несколько слов из Священного Писания. И в этом мне помогут четыре человека. Первый, который здесь на экране, это 2 Тимофея, 4 глава и стих со 2 по 4. Это будет на экране. Второй помощник, Ина, пожалуйста, на украинском языке, пожалуйста, этот вирш. Проповедуй слово, доминайся вчасно-невчасно, докоряй, забороняй, переконуйся з нетерпеливістю та й з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своими пожадливостями виберуть собі вчителів, Щоб вони їхні вуха влещували, вони слух свій від вправди відвернуть, та до бойок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпелихо виконуй працю благовісника, виконуй свою службу. Дякую вам. Дай Виктору Александровичу микрофон, він російською мовою, зачитай нам цей вірш. Проповедуй слово, настой вовремя і не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением і назиданием. Ібо буде время, когда здравого учения принимать не будуть, но по своим прихотям будуть избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, і от истины отвратят слух і обратятся к басням. Дякую. І ще одна одна людина по-английски. Молодь, вона часом не все може зрозуміти по-українськи або російською. Будь ласка. Preach the word. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and then shall be turned into fables. Спасибо большое. Над этими стихами мы сегодня с вами порассуждаем. Я хочу, чтобы вы об этом думали. И в конце, может быть, проповеди, может быть, через несколько дней, недель, вы подошли ко мне и сказали, актуальна была тема или не очень. Знаете, для чего это важно? Мне это важно, чтобы, если будет время когда-нибудь, меня еще пригласят на проповедь, может быть, после этой проповеди, чтобы я знал, к чему готовиться. Пастор так благословно улыбается, мне это тоже нравится. Итак, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы здесь проповедь не просто пришли как лекцию, послушали и через пять минут забыли о чем, а то и через десять. А может, даже еще здесь ее не слушали. Поэтому проповедь желательно, чтобы мы помнили, об этом рассуждали, об этом говорили. И как экзамен я хочу спросить вас, вы помните, что пастор говорил позапрошлую субботу? Пастор, наверное, уже и сам, кажется, я сам не помню, про что я говорю, потому что у него стихи, но я тебе заработать скажу. О, Лида, знаю, я сегодня это читал, и она через что знает, и выдала сегодня. Дорогие друзья, мы 9 сентября, потому что прошлую субботу мы говорили о следопытах, Виталий говорил, 9 сентября пастор говорил тему «вышел сеятель сеять». И в этой теме он раскрыл, кто есть кто. Он сказал, кто есть семя, кто есть почва и кто во всем этом мы. И я для себя взял урок из той темы, пастор сказал, никогда хорошее семя, Слово Божие, нельзя сеять при дороге на обочине фривея. По какой причине? Знаете почему? Вы помните, пастор, подскажи им, почему нельзя при дороге сеять? Оно не прорастет, оно пропадет. И если даже оно взойдет, то его либо машины затопчут, либо люди, либо птицы склюют. И там еще один интересный пример, он сказал, такие замученные курча. Помните, как ты сказал, что выводится цыпленок, и туда бывает или ворона, или еще что-нибудь нападает, и хозяин, если увидит этого цыпленка, он заберет. Но с этого цыпленка никогда ничего не получается. Я дословно записал, придушенный курча. Поэтому как бы и вот с этого ростка, которое Слово Божие, когда оно укоренится, если оно не укоренилось, с него не будет толку никакого, оно не принесет плод. Проповедь, которая говорится здесь, она должна зайти в ухо, остаться в мозгу, и должна быть принята сердцем, чтобы люди хотели об этом размышлять, думать, применять и жить, как это слово учит. Еще один из вопросов я хочу спросить вас. Вы знаете, что находится в Нью-Йорке на одном из островов, который является символом Америки? Статуя Свободы. Что это за свобода? Что она говорит? И сегодня я об этом буду говорить с вами. Хотя стих был немножечко другой. Что эта свобода говорит всему миру? Вы знаете эту поправку? We are people. Мы люди. Это люди, которые свободны, которые могут позволить себе исповедовать любую религию. Это люди, которые могут быть разным цветом кожи. Это люди, которые могут поступать, жить по свободе. И вот это сладкое слово свобода. Никаких ограничений. Делай, что хочешь. Никаких запретов. Так это или нет? Даже здесь, в Америке. Дорогие друзья, я думаю, что те, кто постарше, вы подтвердите, что впервые с такой свободой, очень сильной, мы встретились во время перестройки. Помните, когда Горбачев пришел и сказал, свобода, теперь будем жить не так, как раньше, а все по-другому. Но быстренько поняли, что эта свобода, она порождает побочные действия. И тогда пошла новая теза. Свобода – это не вседозволенность. Мы должны что-то в этом всем менять. И тогда начались некоторые запреты. Вы помните, какие запреты были в начале, после вот этой открытой такой свободы? Я думаю, что многие из вас знают. Пошла антиалкогольная программа. Вот даже многие говорят, что это самое, даже фильм какой-то снимали, что там была борьба с зеленым змеем. И спрашивали, кто же победил. Ну, конечно, зеленый змей победил, потому что эта алкогольная продукция прошла в подполье. И там все продавалось, и суррогат, и всякая там бяка. Но, тем не менее, бяка, да. Потому что сорты лучшего винограда вырубали. Заводы, которые стоили миллионы, миллиарды, их перерезали на металлолом. А те, кто выпускали это все, научились и контромарки подделывать, и там акцизные сборки, и так дальше, и так дальше. Все это прошло так и дальше. Но я говорю о том, что так было. Кстати, в это время, в эти 90-е годы, появилась группа таких молодых накачанных ребят, которые были так одеты по-спортивному, видно, не понимали по-другому. Это называлось там вымогательство или рэкет. Для них не было тоже никаких ограничений. Они что хотели, то делали. И, кстати, от них много людей пострадало. Потому что, ну, время такое было тяжелые эти 90-е годы, как мы и сейчас говорим. Я вспоминаю рассказы своего дедушки и папы. Они говорят так, что они тоже хотели быть свободными. И они боролись за эту независимость, чтобы... Я спрашивал, дедушка, а что ты хотел, чтобы, ну, вичет, чтобы ты был незалежный? Они говорят, я хотел спокойно идти до церкви. Я хотел, может, там, я не знаю, может, верить так, как я знал. Вы знаете, чем это закончилось для моих родственников? По 10 лет. 10 лет дали тюрьмы деду, 10 лет отцу. И вот, мало того, что они отсидели, после срока им дали еще ссылку. И они до 72-го года не имели права выехать с Омска. Вот благодаря чему, или, может, не благодаря чему, в принципе, я и родился в Омске. Потому что в 72-м году мы первый раз только попали, съездили в Украину. И знаете, я когда приехал, я тогда вспомнил, что дедушка и бабушка, они пели песни такие вечерком, так, чтобы никто не слышал. И дословно, я был маленький, мне там лет 5 было, и я помню эти слова. Хлеб, сухарик с водов, абы сердце с тобой на Украине далекий. Я маленький был, но я запомнил эти слова, что дедушка с бабушкой, они так тихонько были в комнате, что хлеб, сухарик с водой, лишь бы сердце с тобой на Украине далекой. И когда я первый раз туда приехал, я действительно был счастлив от того, что мои предки жили в Украине, потому что действительно страна была хорошая, и все там было классно. Теперешний народ Украины, я сегодня слушал, как детки молились о том, чтобы поскорее закончилась война в Украине. Потому что теперешний народ тоже переживает тяжелые времена. Нам здесь как-то, как мой сын сказал, хорошо любить Украину из Америки. Потому что те, которые там каждый день слышат эти взрывы, эти сирены, это все не так просто. Народ Украины, он захотел жить тоже на свободе и без запретов со стороны старшего брата. Ну и вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось, в принципе, 24 февралем. Хотим, чтобы поскорее это все закончилось. И мы когда с Лидой нас перевели, Виктор Александрович, это был 2003 год, да? Мы приехали в Новосибирск, а мы в Кемерово. И мы с Лидой включали телевизор, а там только были одни слова. Жидо-бандеровцы, жидо-масоны, националисты, деноцификация, демедилитаризация. И я так понял, зачем надо всю эту информацию запихать людям в голову, чтобы потом иметь готовый результат. Потому что информация, она серьезно влияет на мозги. И люди по-другому просто не воспринимают. Они не хотят, как говорится, больше о чем-то даже думать. Но сегодня мы находимся в церкви. Сегодня мы прочитали этот удивительный стих, который написал Павел. Мы на субботней школе говорили, что человек мудрейший, потому что его целью была евангелизм. Он хотел благую весть рассказать людям. И смотрите, как он пишет, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Апостол Павел поручал молодому Тимофею, который только что пришел, как говорится, получил вот это особое отличие. Его рукоположили в пресвитеры, в служители, и Павел дает ему поручение особое. Он говорит, ты увещевай, обличай, запрещай. И вот я хочу спросить вот эту прекрасную церковь. Вы любите, когда вам запрещают? Нет. Правильно, детки, супер. Кстати, я тоже тот человек, который не люблю, когда мне запрещают чрезмерно. Но Павел здесь обращается к Тимофею и говорит, ты в этом прогрессируй, обличай, запрещай, увещевай. Мы, которые не хотели, чтобы нам особенно там запрещали, мы удрали в Америку. Потому что здесь как-то меньше запрещают. Я вот хочу спросить, неужели здесь не существует запретов? Пастор Махайло говорит, еще сколько? Да, дорогие друзья, здесь тоже много запретов. Потому что детей не тронь. В церкви ничего лишнего не скажи, тебя тут засудят или отправят куда-то еще. Не скажи, попробуй нечаянно произнеси, не темнокожный, а там негр или еще что-нибудь. А тебе вообще тут пристроят непонятно какие разговоры, хоть ты даже об этом и не думал. Тут тоже здесь очень много ограничений, которые присутствуют. Но я сегодня хочу поговорить об одном слове, которое, я думаю, что стих вы запомните. Второе Тимофея 4, 2, 4. Но там Павел говорит, запрещай, запрет. Для меня стал вопрос, неужели людям без запретов нельзя? И вообще, откуда взялся запрет? Вы знаете, где впервые мы сталкиваемся с этим словом или с этим таким повелением, что запрещено нам что-то? Где? Оказывается, автор этого слова и автор этого действия сам Бог. И первое, что он сказал двум новым людям, он говорит, Едем прекраснейший сад, все ваше, все для вас. Один маленький запрет. Вы помните, что там было запрещено? Что было запрещено Адаму и Еве? Вы знаете, там написано так. От всякого дерева в раю ты можешь есть. Но от дерева опознания добра не ешь. Почему? Да потому, что в день, который вкусишь, смертью умрешь. И вот я себе хожу по раю, смотрю, столько всяких этих плодов, фруктов, овощей. Надоели они мне уже удачно. Или, как говорится, я тут увидел это дерево познания добра. Ну, такая красота. Мало того, что красота. Вы даже знаете эту поговорку. Запрещенный плод слаще. Я помню, когда мы были маленькими, у меня в огороде росли белые наливы, яблоки. Такие самые, как у соседа. Ну, не знаю, что-то часто хотелось попасть к соседу и нарвать у него там яблок. Запрещенный плод слаще. Ну, не знаю, может быть, такая натура человеческая. Правда, за это немало получали мы, конечно. Но здесь первый запрет, с которым мы встречаемся, его произнес сам Господь. И он говорит, не ешь, не делай. Для чего Бог преподнес этот запрет? Ну, для чего? С одной целью. Дабы было тебе благо, и чтобы ты был долголетен на земле. Другого не было. Как отнестись к этому запрету? Ну, мы к этому еще вернемся. Вы, наверное, знаете о том, что у евреев времен Иисуса Христа было 613 тоже заповедей. И там тоже были одни запреты. Не делай то, не едь туда, не ходи столько-то в этот день, не носи с собой платка, не ходи на лошади, в храм не едь. То они там делали как, садились на плавательный бассейн и говорили, мы плывем туда. То есть, как бы народ хитрил, там что-то выдумывал. Но Иисус Христос обличал евреев, главенствующих, и Он говорит, вы столько налагаете этих неудобоносимых запретов, которые сами не можете соблюдать, да еще и мучите тех людей. Поэтому Иисус Христос серьезно относился к запретам. Давайте возьмем 10 заповедей. Сколько там запретов? Почти каждая заповедь, она говорит, не делай, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать твою. Для чего? Господь еще раз, еще раз говорит, для того, чтобы тебе было благо и чтобы ты был долголетен на земле. Те, кто постарше, они вспомнят, что когда-то в церкви тоже были такие, я бы сказал, на сегодня необдуманные запреты. Те, кто постарше, вы помните, что вам запрещали в церкви? Вова, тебе ничего не запрещали в церкви? Кольцо носите. Вот, кстати, вот это, что Володя сказал, что кольцо запрещали носите. Я тоже, как раз, мы с Лидой поженились, и первое, что мне в совете сказали, ты не будешь носить кольцо в церкви. Я говорю, конечно, буду, я же в тот же день его одел. Что значит, я не буду? Буду, конечно. Я знаю, что было много наших сестер, которым не разрешали пользоваться тенями, тушами, косметикой. Я не буду, что макияж сделать так, чтобы там было два сантиметра штукатурки, чтобы там ничего не можно было увидеть. Потому что женщины не так красивые, в этом нет смысла большого. Но за это как-то серьезно ругали и наказывали даже. Я помню, что одна сестра, которая сделала завивку, ее даже за это то ли на замечание взяли, то ли исключили. Это где-то там. Но когда открылись двери благовестия, приехали эти евангелисты американские, и приехали с ним их жены. Бабушки такие старенькие, божьи одуванчики, но они так красиво выглядели. Они были красиво завиты, они были красиво как-то подкрашены туда сюда, и я так понял, что нашим старшим в церкви уста сомкнулись, и они перестали нам запрещать. Потому что мы говорим о том, что запреты же бывают разные. Бывает запрет, который имеет смысл, а есть какой-то, который на какое-то время. Ну, мы не будем много осуждать тех, хотя мы к этому еще вернемся. Мы, постаршие адвентисты, мы верили и доверяли авторитету пастора. Я помню, когда пастор старший приходил, хоть мне это не нравилось, но он так авторитетно заявлял, «Кид, ты не будешь делать вот то, вот то, вот то». Я говорю, конечно, не буду, да, пока ты не бачишь. И на самом деле, ну, было так. А когда пришли новые люди, и наши пасторы тоже пытались им что-то сказать. И вы знаете, а новых людей это не устраивало. Знаете почему? Они всегда хотели докопаться до истины. Они говорили, первое, как я сейчас помню, а где это написано? Василий, ты помнишь, когда было такое, что ты же не одну компанию провел? Ты так само знаешь, что до тебя подходило, багато людей им напитали. Ну, аргументируй, пожалуйста, что ты хочешь сказать. Было такое. Я знаю, что такое было обязательно. И пастору приходилось, во-первых, особо самому знать, а в других надо было рассказать, как сделать правильно. Кстати, вы знаете о том, что в Библии не на все запреты, вернее, не на все есть запреты. Ну, например, в Библии нет запрета, что нельзя покуривать соевую марихуану, или как она называется, или там нельзя пользоваться наркотиками. Вот, хотя, так честно скажу, есть один лукавый стих, который мы, может быть, можем использовать, где говорится, «Курение отвратительно для меня». Читали вы такой стих в Библии? Это Исаия пишет в первой главе. Но это же лукавый стих, это вообще никакого отношения к этому не имеет. Поэтому, дорогие друзья, Библия нам и Павел, и Господь учит, что мы должны пользоваться запретами. Они имеют место в наших церквах и в наших общинах. И вот я хочу спросить пастора. Пастор, тебе приходилось делать, запрещать или обличать, что-то делать в церкви? Ну, я не говорю, может быть, здесь. Здесь у тебя все гладкие опции такие. Там где ты раньше приходилось. А чем ты коррестовал все? Значит, дорогие друзья, пастор, который делает замечания, запрещает что-то, увещевает, он должен это делать обоснованно. Он должен это сделать на основании Библии, на основании духа пророчества, на основании церковного руководства и на основании руководства для служителя. Потому что для этого он обучается, для этого берут ее на работу, и он в церкви по-другому не может поступать. Потому что и даже стих наш, который мы читали, он говорит, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе людей, которые будут красиво избирать себе учителей, которые будут листить слуху. Но самое главное вот в чем, от истины Божьей отвратят слух и прилепятся к басням. И не к басням Крылова, как мы к этому привыкли, а к басням в религии, в баснях ко спасению. И самое интересное, говорится, что здравого учения принимать не будут. Библия говорит нам о том, что если другой раз пастор делает замечание или запрещение какое-то, он пользуется еще одним средством. И это средство, или это личность, оно называется Дух Святой. Знаете, что Дух Святой делает? Библия говорит, научит, наставит, обличит и будущее возвестит вам. Поэтому, когда пастор делает какое-то замечание, тут часто люди так говорят, ну, ты же в Америсе, ты тут не можешь все срубить. Дорогие друзья, уважаемая церковь, пастор по-другому не может. Он обязан сделать или обличение, или замечание, потому что над Ним есть еще один руководитель. Это Дух Святой, который подскажет Ему и напомнит, чтобы Он знал, как это делать. Об этом учили Иисус Христос, и об этом учили апостолы. Они всегда говорили, уважаемые последователи Иисуса Христа, вам нужно жить по духу. Зачем верующему человеку надо жить по духу? Вы задумывались об этом или нет? Потому что, когда человек живет по духу, у него не остается времени жить по плоти. Это уравнение такое. Чем больше по духу живешь, тем меньше начинаешь угождать себе и своим похотям и так дальше. Я когда еще был в Ванкувере, совершал, ну, там помогал служить, однажды пастору задали вопрос. Пастор, а что запрещено делать в субботу? Это такой извечный вопрос. Сколько шагов надо пройти? Сколько там? Ладно, не буду дальше еще перечищать. Но пастор интересно, он так сказал, вы делаете то, что разрешено, и у вас не будет времени, чтобы делать то, что запрещено. Вы слышите еврейский такой акцент, да? Делайте то, что разрешено в субботу, и у вас просто не будет времени, чтобы делать то, что запрещено. Заповедь проста, или уравнение простое. Чем больше человек живет по духу, тем меньше у него остается времени, чтобы угождать свои прихоти, чтобы потворствовать свои плоти. Конечно, кто-то скажет, я живу по благодати, и мне там ваши запреты, тебе это запрет, а для меня это благодать. Дорогие друзья, мы это уже проходили. Не забудьте одну такую формулу. Живем по благодати, оправдываемся верой, осудимся-то по делам. Поэтому, пожалуйста, помните из нашей встречи, что да, по благодати жить хорошо, оправдаться верою великолепно, но судиться мы будем по делам, потому что Павел в этой 4 главе, в 1 стихе, он пишет такие слова. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и в царстве Его. На подаваемую благодать хорошо, работает и срабатывает, но будет суд, который будет совершать Господь, когда Он придет». Но все-таки запрет. Ну, такое противное слово, которое нам не нравится, и мы не хотели бы даже, чтобы оно, может быть, даже здесь и звучало. «С под палки» или «насильно», «мил, не будешь», мы знаем такую поговорку, правда? И когда нам запрещают, нам всегда хочется сделать обязательно наоборот. Дорогие друзья, запрет только тогда приносит пользу, когда он принимается добровольно. Мы с вами пришли в церковь добровольно. Мы с вами узнали, что Иисус Христос наш личный Спаситель, и мы доверя Ему вечную нашу участь добровольно. Это не значит, что если только за мной кто-то следит, смотрит, для меня тогда это запрещение. Дорогие друзья, нет. Запрет – это то, когда я следую этому запрету добровольно. христианские запреты должны быть нашим личным убеждением. Вы не просто подчиняетесь запретам. Это должно быть добровольным личным убеждением. Если живем по духу, то запреты для нас не будут ограничением свободы, а принесут только благословение в духовной жизни, Дух Пророчества пишет так. Господь никогда не запрещает того, что служит к нашему благу. Он всегда готов дать то, что принесет нам пользу, но желает ограничить то, что принесет нам разочарование и горечь, и в конце концов закроет дверь в вечность. Наш Господь не запрещает нам пользоваться благами. Он говорит, это не запрет. Запрет – это вам благо, потому что мы же, наше же жительство на небесах, мы же желаем попасть на небо, а там больше запретов не будет. Там все будут поступать, как запрет, избранный добровольно, по любви, и мы сами будем желать это сделать. Уважаемая церковь, давайте будем внимательны к тому, что запрещено. Также я хочу обратиться к вам, чтобы вы благосклонно относились к пастору, когда он будет делать вам запрет. Потому что служители иногда делают запреты. Уважаемый пастор, тебя за это особо любить не будут, чтобы ты это знал. Знаешь почему? Потому что так Павел писал, но тебе есть интересные такие слова. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Это, брат Андрей, тебе. Это Павел тебе написал и Слово Божье. Итак, время серьезное. Написано, что здравого учения принимать особо не будут. Учителей будут избирать, каких хочешь, которые бы льстили слуху. Пасторы пользуются этим всем, чтобы быть хорошенькими и вашим, и нашим. Но от этого пользы большой не будет. В заключении я хочу сказать себе и вам. Пусть Господь поможет нам жить так, чтобы когда мы встретимся с нашим Господом, запреты не стали нашими обвинителями. Аминь. Об этом хочу молиться с вами. Господи Божий наш, в этот час мы обращаемся к Тебе и благодарим, что Ты создал субботу. Ты ее в подарок подарил нам. Ты, Господь, щадя нас, чтобы мы долго и счастливо жили, предлагаешь нам некоторые запреты. Господь, мы желаем эти запреты полюбить. Мы желаем их исполнять добровольно. Когда мы не всегда в этом честны, просим Господи, прости нас. Наша просьба к Тебе и желание, чтобы, когда мы встретимся с Тобой во время Твоего пришествия, помоги, чтобы ни один запрет не был нашим обвинителем. Аминь.